АПЛОДИСМЕНТЫ На этой неделе в очередной раз судьба Украины решалась в Брюсселе. Там состоялся саммит ЕС, после которого Украине, похоже, стоит сделать несколько неприятных для себя выводов. Во-первых, пора снимать розовые очки и вешать лапшу на уши наших западных партнеров о наших успехах в реформах и борьбе с коррупцией. Ведь такое поведение очень негоже для бедных родственников. АПЛОДИСМЕНТЫ Я приветствую нашу аудиторию. Спасибо, что присоединились к нам. Приветствую гостей. Спасибо, что нашли время в пятницу вечером подискутировать в нашей студии. Итак, как вы оцениваете итоги саммита ЕС? Это успех Украины или наоборот поражение? Насколько выгодны для украинской политики и вообще для Украины все те нормы, которые будут прописаны в рамках будущей ассоциации Украины ЕС? Вы, Борислав, председатель. Пожалуйста. Ну, я вважаю, это успех, потому что Украина все-таки сделала все для того, чтобы продолжить санкции стосовно России. Для нас это велика перевага. Вы помните, какая была дискуссия по вопросу того, что это в прошлый раз были последние санкции, последние піврока, когда они действовали. И позиция Италии, которая отказалась, что она не поддерживает, позиция других стран, которые тоже вважали поддерживать или не поддерживать. Я вважаю, что наша дипломатия тут победила, потому что, действительно, пока есть окупованая территория, пока есть анексия Крима, санкции будут продолжены. Это заявы ЕС. По вопросу того, что вы говорите, розовые окуляры, я вважаю таким образом, что Европа сквально оценила останние наши достижения в плане антикорупсионных заходов. Мы, действительно, очень большими кроками прошли вперед. Мы создали все условия для того, чтобы борьба началась. Единое, что вважает на сегодняшний день, это старт нашей судовой реформы, которая начинается у нас с 2017 года, когда, действительно, будет обновлено за два года все суды. И это для нас есть победа. Поэтому сегодня сказать о том, что Европа там до нас далека, и, да, действительно, они хотят, чтобы это мы сделали набагато швидше, но я просто хочу еще раз напомнить. Знаете, все, на все есть свой час. И то, что сегодня мы, восьмое скликание Верховной Ради Украины, сделали набагато больше, чем, чем попередние все скликания парламентов, за выключением первого, яка была принята Конституция, и, в принципе, все основополагающие законы Украины. Я вважаю, нам есть чем пишаться. Конституция была в другом. Ну, даже в другом. Я буду просто говорить за то, ну, как бы скликание, яке я приняла Конституцию. Она очень много сделал. Поэтому нам сегодня есть чем пишаться, и есть чем идти до людей, и сказать, что, действительно, это наша политическая победа. Хорошо, как эту политическую победу оценивать, мне интересно. Вот, например, Василий Филипчук, эксперт по внешней политике. Улыбку я уже видел, Василий. Что вызвало ее? Можно назвать белым, белым, черным. Можно прочитать одне, агроте, что очень противоположное. Можно даже только, когда теплюют в обличье, сказать, что это дождь или божья роса. Но сегодня действительно очень важный день для Украины. Во-первых, закончился период евроинтеграции Украины, который был создан в конце 90-х годов. Фактически, в конце 20 лет наша страна жила мечтой о европейской интеграции, о вступе в Европейский Союз. Вступ в Европейский Союз – это не теория наукового комунізма. Это очень конкретный инструмент вплива, который сделал возможным изменения в стране в Центральной и Северной Европе. Эти изменения произошли благодаря тому, что у них была перспектива вступа, и у них была переступная помощь с боку Европейского Союза. Так вот, вчера Европейский Союз поставил крампку в двозначности, которая существовала между Украиной и Европейским Союзом. Нагадаю, что в Угоде про Ассоциацию, после тривалих дискуссий, так и не было зафиксовано, что мы имеем право на вступ, или нет. Там была зафиксована формула, что в будущем не можно предоставить, и стороны позже повернутся к вопросу, о чем проводить отношения. Так вот, было четко вчера записано в решении Европейской Ради, что эта Угода не только не дает перспективу вступа в ЕС, но и не створю умов для того, чтобы это было сделано в будущем. Таким образом, поставлено крапку в вопросе, что вы не можете взять. Друзья, возьмите, почитайте, написано в черном побиле. Это не правда. 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 Я даже в Киеве почитаю. Это очень серьезный выставок. Мы не перебиваем, но безусловно, людям же интересно. Знаете, они услышат, что украине вчера отказали, и завтра утром выйдут бабушки, и будут друг другу говорить. Вы знаете, я вчера слышал, а украине-то отказали. Это просто неправда. Что сказано? Что это соглашение об ассоциации само по себе не означает перспективу членства. И это так было изначально. И никаких изменений... Нам только что сказали, что мы не перебиваем. Или вы тоже хотите ярко зайти. Само по себе не означает перспективу членства. И это было с самого начала так. Безусловно, соглашение об ассоциации, это мы не должны рассматривать, как вот, но уже нам точно пообещали, что Украина будет членом Евросоюза. Ну и, конечно же, вчерашнее решение ни в коем случае это не отказ Украине. Там и слова такого нет. Более того, согласно учредительным документам Евросоюза, там, в общем-то, есть одно условие. Любая европейская нация может стать членом Евросоюза, если пройдет соответствующий путь и будет принято соответствующее решение странами Евросоюза. Украине ничего не отказали. Теперь по поводу итогов. Знаете, все познается в сравнении. Моя бабушка говорит, три волоса на голове это мало, а в супе много. Что у нас мы вчера имели? У нас стоял первый вопрос, будут ли санкции против России? Ответ, да. И это победа, это реальный результат. Их могло не быть. Могли принять другое решение. Алексей, вы сейчас точно не перекручиваете? Нет. От саммита ЕС мы ждали, в первую очередь, именно санкций, а не рассмотрение вопроса об ассоциации? Вторая ассоциация. У нас была проблема, и она есть на сегодняшний день с Нидерландами. Мы это обсуждали в этой студии не раз. Спасибо за это, телеканалу Интер, что это очень важный вопрос. Так вот, вчера был найден компромисс, при котором, мы надеемся, теперь это соглашение пройдет через Нидерланды, что это была единственная страна, которая не давала своего согласия. И мы при этом не поступили с ничем. Мы не вступаем в новые переговоры, мы не отменяем ни один пункт соглашения. Нидерланды сказали, давайте пропишем, чтобы наши граждане не волновались. То, чего там и так нет, что Украине не будут давать обязательную, безусловную военную помощь. Вы бы это сказали людям на Майдане, что они помирали за угоду, да не маяк разоглашения. Люди на Майдане вышли за европейские ценности, а не за то, что так, кто-то дал, как в этих бумагах. Вы один из первых экспертов, которые уже успели даже, ну, высказать свое мнение в статье, которое вы назвали «Голый король». Так, потому что было сказано правду про то, что сейчас мы не имеем никакой перспективы вступа к Европейскому Союзу. Угода, которая закладывает основы относительно десятилетия, она фактически не позволяет подать заявку на вступ к ЕС. Если до данной заявки вся такая теоретическая возможность осталась, после того, как Рада ЕС юридично зафиксировала, что эта угода не дает Украине статусу кандидата и не створюю умов для надания такого статуса в будущем, подавать заявку на вступ к ЕС – это без глуздя. Теперь у нас есть юридичная формула, которая унеможливает до выполнения этой угоди вступ к Европейскому Союзу. А выполнение этой угоди займет не те, что десятилетия, а очень тривалий период времени. Почему? Потому что мы взяли на себя обязательства, какие співмирные, хіба что с этими обязательствами, которые были наданы к КАН-кандидатам. Но если в КАН-кандидатах была и величезная морквинка, перспектива вступа в ЕС, которая действительно была мотиватором для изменений, для того, чтобы элиты и общество объединялись, у них была переступна допомога, которая обраховывалась миллиардами. Вот я хотел сказать, что была еще вполне осязаемая морковь в виде миллиардов европомощи. А как тогда можно, ну, в принципе, ну, объясните мне, ну, где компромиссы, где победа Украины, если ЕС в еще одной оговорке отдельно говорит о том, что соглашение об ассоциации больше не будет требовать дополнительной финансовой поддержки со стороны государств-членов. Вспомним Польшу, вспомним Польшу, пример которой вы всегда любите приводить, как пример очень успешного пути на евроинтеграции. В Европе. В нее сначала Европа, согласитесь, вливала миллиарды долларов. Сегодня Европа тоже помогает Украине. ЕС сказал о том, что соглашение об ассоциации больше не требует дополнительной финансовой поддержки. Тарас Загородник, как ты считаешь, без финансовой поддержки Украины станет ли Украина тем партнером, равновеликим другим странам Европы, с которым будут разговаривать уже не с позиции сильной-слабой, а на равных? Ну, грубо говоря, в котором будет Европа. Европа заинтересована. А не так, как часто делают наши урядовцы, берут деньги, а потом не выполняют и разкрадают их. Поэтому это две разные вещи реально. Что касается ассоциации, в действии, то, что произошло на саммите, это, фактически, вточнение того, что саме предупреждала ассоциация. Там, в действии, никто не говорил, что там есть вступ в кандидатов и так далее. Поэтому там ничего, фактически, вокруг ассоциации очень много мифов в действии, что говорилось, и то, что люди додумывали до этого. У нас склалося такое уявление, что это вход в рай. И вот сейчас будет манна небесная, и ничего для этого не нужно. Нет, так не было, так и не бывает. Поэтому я считаю, что главное, все-таки, погоджуюсь с тем, что санкции продолжаются, и это главное для нас. Что касается того, что нам там зафиксировали, что и воинская помощь, и финансовая помощь. Но, извините, и сама ассоциация этого не предупреждала. Поэтому говорить о том, что это совсем срада, я бы не сказал. Потому что, если Украина достигнет уровня, ну, все впирается в экономику. Когда мы становимся развиваны в большой Украине, все побежат к нам и нас запрошивать, и говорить, и так далее. Поэтому давайте начинайте выделять мух и котлет. В данном случае, в первую очередь, экономические реформы, не обязательно завказать... То есть меньше мечтать, но больше работать. Да, меньше работать. Не обязательно завказать из Брюсселя. Не обязательно в Украину можно вкладывать и другие страны. Китай, Корея, может, Саудовская Аравия. Нам главное поднимать экономику и все. А далее не обязательно ждать, и это не обязательно за рахунок допомоги Брюсселя делать. Понятно, Тарас. Спасибо. Борислав Береза. Давайте разделим сразу мухи и котлеты. Во-первых, никто не ждал того, что нам предоставят статус кандидата в Евросоюз. Раз. Об этом не было слова. Второе. Никто не говорил о том, что безвиз это первый шаг на пути к кандидатству. Тоже такого не было. В-третьих. Мы ждали о том, что действительно сформируется механизм по приостановлению безвиза. Так и произошло. Четвертое. Самое главное. По санкциям. Санкции продлеваются автоматически. Совершенно верно. Поэтому не надо говорить, что заслуга или не заслуга. Так и есть. В случае, если Россия не выполняет то, что ей сказали, санкции опять автоматически продлеваются. Если кто-то один из членов Евросоюза говорит, что мы против, его мнение учитывается. Но, учитывая, что демократическое образование продлевается автоматически. Поэтому, давайте четко, вот я согласен с Тарасом Завгороднием, абсолютно. Давайте четко жить по фактам. Давайте доить ту корову, которая у нас есть, а не тех двух, которые мы хотим прикупить. Поэтому, еще раз говорю, действительно, фокусируемся на наших проблемах, занимаемся, разбираемся с экономикой. Потому что в том состоянии, в котором сейчас мы с войной, с экономическим кризисом, с политическим кризисом, о каком евроассоциации мы можем говорить, о каких членах Евросоюза. Мы действительно Европу пугаем. Голый рынок, который из себя представляет Украина, с одной стороны, привлекательно им для сбыта своих товаров, но с другой стороны, это сумасшедший объем рабочей силы, которую Европа боится, что хуйнет. Которая может ревнуться в Европу. Конечно, поэтому боится. Поэтому европейцы четко говорят об этом. Поэтому необходимо заниматься своей экономикой. Как только у нас уровень достаточно будет привлекательным, поверьте, я вам говорю, никто с вами не прощался. Придут, попросят и предложат максимальные условия. Татьяна Острикова, вам не кажется, что из-за промедления с реформами, в первую очередь, Украина уже потеряла вот тот благоприятный шанс, когда можно было все-таки стать членом Евросемьи. А на сегодняшний день сделать это нам будет все сложнее и сложнее после того темпа, который мы продемонстрировали всему миру. Знаете, действительно, я думаю, что наиболее болючим и наиболее сенситивным для общества было саме вопрос о членстве и перспективе членства Украины в ЕС. И тут я послушала коллег из правовладных фракций и независимых экспертов. И я хотела бы сказать, что каждый из них действительно говорит нам на пих правду. Потому что действительно, тот документ, который подписан, он не дает нам чуткой ответственности на простые вопросы бабушки. Мы уже члены ЕС, если нет, то когда мы станем? Цего там нет. Но, с другой стороны, там и нет полной зрады, то есть в документе не прописано того, что Украина не может стать членом ЕС. Что касается макрофинансовой помощи от членов ЕС, для меня до конца не понимает формулирование пункта соответствующего угоди, что касается надания поддержки. Адже там сказано, что ЕС витает те реформи, которые идут в Украине. Водночас, державы признают, что Украина не потребует додатковой поддержки. Что означает додатковой? И при этом, зазначено, что Украина далее мае право укладать двосторонние договоры с членами ЕС про надание поддержки от какой-то конкретной страны. Например, от Немеччины, от Польши, или еще от каких-то финансовых европейских установ. Поэтому, знаете, это и не зрада, и не перемога. А по вопросу санкций, я погоджусь с коллегой Березой, что это вопрос было автоматически решено в связи с тем, что мы выполнили все 144 пункта, формально выполнили, ухвалили необходимое законодательство. И еще и есть, как оно в нас выполняется. Татьяна, получается, в отношении вопроса ассоциации с Европой, получается, как в той комедии. Вы не сказали да, милорд, я не сказала нет, да? Совершенно верно. Больше да или больше нет нам Европа сказала? Ваше мнение, как эксперта. Однозначно, больше так. Чому? Потому что 30 жовтня и 31 жовтня этого года премьер-министр Юте, будучи готовый подать в парламент Нидерландов, решение про отмогу от ратификации. Сейчас премьер-министр Юте, премьер Нидерландов, имеет политическое обязанное перед всем Европейским Союзом обеспечить завершение ратификации. То есть мы за этот год перетворили «НИ», которое мы получили в квотне на референдуме, в обязанное завершить ратификацию. Мы с Василем переговорили эту угоду, если ему не шкода своей работе, мне шкода. Мне шкода, потому что я люблю эту угоду, она на самом деле является дороговым указом реформ в Украине, и они, правда, повильно, но действуются. В этом решении, это решение лучше бы, если бы его не было, если бы Нидерланды завершили ратификацию еще в прошлом году. Но мы этот год начали с «НИ» на референдуме. Поэтому в этих обстоятельствах, которые склались, возможность иметь юридично-обовязковую угоду, над которой мы работали десятилетиями, которую вызнали как пріоритет для реформ, это крайне важливо. Инша справа – те нюансы, о которых мы можем говорить на будущее. Тут, правда, нужно четко говорить про то, что это решение в никакой разе не уменьшает обязательства Европейского Союза. Тарас, о временных рамках мы можем сейчас говорить? Не уйдут? Про что? О временных рамках мы можем сейчас говорить из того, что мы прошли и услышали в заявлениях? Не растянется ли это все на десятилетие в очередной раз? Сама угода и ее впроваджение предпочитает десятилетнюю работу. Там есть десятилетние переходные периоды по некоторых вещах. И поэтому нужно говорить про то, что ЕС всегда был и остается очень прагматичным партнером. С ним всегда было сложно вести переговоры, но всегда можно было идти раціонально вперед. По-кроково, по-трошки, по-трошки. Что мы сейчас получили? Мы не получили никаких больших обещанок, как их получила Польша и Угорщина в 1992-1993 годах. Но мы этих обещанок никогда и не имели. Мы не имели их никогда от начала независимости. Поэтому наша политика до ЕС должна остаться прагматичной. И то, что мы сейчас, очевидно, получаем угоду про асоциацию юридично-обовязковую, это уже очень важный элемент для расположения отношений с Европейским Союзом. Николай Скоро к следующему. Знаете, мне пришла в голову знаменитейшая речь, вспомнилась. Мартина Лютера Кинга в 1963 году, посвященная вопросам сегрегации, то есть равенства всего населения Черного и Белого Америки, он сказал одну из фраз, которая стала по большому счету его визитной карточкой. I have a dream. То есть у меня есть мечта. Так вот, у меня эта мечта после событий, которые закончились и прошли 15 декабря, у меня, как у гражданина, как у человека, который 30 ноября 2013 года вышел не за каких-то там политиков или не за какие-то там политические лозунги, а вышел, как обычно, и все киевляне просто посмотреть, что происходит за одну вещь, за европейские ценности, за европейскую перспективу и, самое главное, за членство в Евросоюзе, которое мы, как граждане страны Украина, позволяющие себе иногда выехать за территорию нашей страны и увидеть, как живет цивилизованная Европа, очень хотели бы, чтобы такие же условия, такие же страны были у нас. Так вот, к сожалению, мы можем подписать еще с десяток договоров об ассоциации. На самом деле, мало кто из присутствующих, я уверен, не считал. Андрей, я понимаю, к чему вы ведете, но я сразу хочу вас спросить. А возможно, три года это все-таки еще не тот срок, чтобы говорить об этом настолько упаднически? А давайте посмотрим, давайте посмотрим в глаза фактом. В 2006 году, если не ошибаюсь, Украина отменила визы для иностранцев. И за это время, за это время, количество людей, я специально поинтересовался в статистике, количество иностранцев, которые посетили нашу страну, перевалилось до 170 миллионов. То есть всего людей, которые посетили Украину. Умножим это хотя бы на 30 долларов, которые позволит себе Украина с точки зрения, посчитайте, какая цифра для бюджета. Раз. Второе. Я читал договор об ассоциации, и я знаю, какие существуют квоты по вывозу нашей продукции. Таково вам хочу сказать. Без квотов, без, то есть ограничений, Украина может вывозить только кондитерские изделия. Кто был министром экономики, когда эти вещи обсуждались? 26 продуктов всего нас все оплатировано. Напоминаю. И третье. Ключевое. Врехло. Неделю назад, неделю назад, одна курица заболела в Харьковской области. После чего, когда эта курица заболела... Вы даже плохие факты правильно не можете. Когда эта курица заболела, Евросоюз мгновенно закрыл свой рынок для украинской курячки. Окей, ладно. Чем самым дополнительно показывает, на самом деле, как они к нам относятся. Ну, Андрей, возможно, это все-таки показывает, как Евросоюз заботится о своих гражданах. Нет, к сожалению, вывод, а именно, что произошло с этой несчастной курицей, будет известен только через 2-3 недели. Поэтому это говорит только об одном. Самоуважение. Ну, мысль уже понятная, спасибо. Понимание нашей страны и нашей роли. Поэтому я хочу закончить только одно. Я хочу когда-нибудь сказать своей собственной стране, I have a dream, и она, эта мечта... Смотрите, в Евросоюзе подчеркивают, я даже процитирую, борьба с коррупцией занимает центральное место в укреплении отношений между сторонами соглашения об ассоциации. Вот возникает вопрос, занимает ли борьба с коррупцией центральное место в политике Украины? Алексей Рябчин, вы как считаете? При большом, и моему сожалению, есть такая имитация борьбы с коррупцией, есть очень много предвыборных таких лозунгов, заявлений, которые потом трансформируются в то, что у нас же суды, я же хотел арестовать всех тут просто и по скайпу всех опросить, а у нас такие плохие недореформированные суды, которые всех отпустили. И даже когда президент Литвы Илья Гребовская приезжает не для того, чтобы пожать милую руку всем и сфотографироваться, а привозить четкий месседж, борьба с коррупцией, ваша ключевая проблема, на пути и к безвизу, и к европейскому будущему, у нас с этим, к сожалению, очень большие проблемы. Батькищина голосовала за все евроинтергационные законы, потому что для нас это действительно ценность. Мы верим в безвизовый режим и несмотря то, что мы критикуем эту власть и за тарифы, и за пенсии, которые низкие, и за много чего, что можно критиковать, здесь очень осторожное место, потому что действительно очень хочется, чтобы наши граждане получили возможность свободно путешествовать в Европу, чтобы наши, не знаю, футбольные болельщики поддерживали наши команды, чтобы наши туристы могли... Ну сразу уточняю, что дать возможность путешествовать в Европу, это еще не означает дать им возможность финансовую путешествовать, хотя бы по стране. Вы уже можете вступать в Батичину, потому что именно так мы и говорим. Спасибо. Я подумаю. Да. Но проблема в том, что те месседжи, которые мы сейчас... Проблема в том, что... Проблема в том, что конкурс будет слишком большой. Проблема в том, что те, которые месседжи... Место освободилось, вы можете вступить. Борисов, вы меня к себе заведете? Нет, к ним. Ходите к нам, пожалуйста. До выборов еще два года, и для себя законно, она уже нарасхватна. Те месседжи, которые мы слышим из Евросоюза, от Нидерланд, действительно, там мало зрады, про которые сейчас говорят уважаемые эксперты. Но к ним месседжи для меня лично, как и для представителя власти, и для украинского... Они унизительны. Мне стыдно слышать те вещи, причем не только как представитель власти, потому что я вижу, что они адресованы именно представителям власти того народа, который стоял на Майдане, который выбаривал это право. Люди у нас заслужили этот безвиз и эту евроинтеграцию. Власть, к сожалению, не заслужила ее. Виктория Апташевна. А почему мы не говорим о Доплате Фредизии? Алириде Магирине? Нет. Мы одно слово. Разрешите. А почему мы... А почему мы не говорим о Доплате Фредизии Магирине, где она говорит об успехах Украины? Вы сказали про коррупцию, а в Комитете есть что сказать. Два слова. Два слова, затем Виктория Апташевна. Вика, извините. На этой неделе мы встречались с представителями Грек. И это сообщества государств, которые объявились для борьбы с коррупцией. Встреча проходила в закрытом режиме. И одна из главных фраз, которая была сказана, «Идеальный маркер борьбы с коррупцией – это пресеченные преступления и преступники, отправленные за решетку». Вот для европейцев, для американцев, для любого всего мира – это идеальный маркер. В тот момент, когда мы начнем действительно осуждать преступников, а не отпускать под залог, разваливаться дела и так далее, тогда можно говорить, что мы действительно что-то достигли. Но пока мы кормим весь мир в этом плане громкими обвинениями. Но они также отметили работу специальной антикоррупционной прокуратуры, которая действительно поэтапно сейчас, работая, доказывает факт своего существования. Более того, они сказали, что они хотят увидеть также окончание этой работы в судах. Но вот здесь действительно замкнутый круг. Понимаете? До тех пор, пока прокуратура что-то делает, хоть что-то, а суды – ничего, мы никогда не получим такого результата. Увы. Спасибо. Виктория Павлович. Я продовжу тоди вже тему борьбы с коррупцией. Я вважаю, что абсолютно позитивным є те, что мы начинаем закладать певні институционные основы для цієї борьбы. У нас є антикоррупционные органи створені абсолютно. Мы открыли электронные декларации и змусили многих... Мистерия, а вас не покажет, что мы слишком много этих основ заложили, которые дублируют функции друг друга? Я сейчас скажу, что мы открыли все-таки эту информацию. Но вопрос, когда же наконец начнут проверять за этими электронными декларациями всю ту купу информации, которая обрушилась на наш украинский народ? Мы, политическая партия, демократичный альянс, сделали заяву и сделали такий перелик 100 наших высокопосадовцев, по которых мы обратились к НАЗК, к НАБУ и попросили начать проверку. Они выходили исключительно из их владных повноважений и из повноты их владных повноважений. Это, в частности, те же главы фракции. И тут Алексей поднимал вопрос о борьбе с коррупцией. Я пропоную и Юлії Володимировне, и всем остальным главам фракции как раз начать проверку себе. Это главы комитетов Верховной Ради, это министры Кабинета Министров, это президент, это глава Верховной Ради. Я думаю, что, враховывая те, какие повноважения они на сегодняшний день имеют, антикоррупционные органы должны бы начать, хотя бы, совершать проверку по всех этих особых. У нас появилось, что их 100, да, там, головы, там, Рахунковая палата, Национальный банк Украины и так далее, и так далее. И, принаймні, и, принаймні, показать, ну, власне, а что было за декларованом, и чи відповидают эти информации. Здесь моя ремарка, которая показывает, как у нас это все происходит. Глава НАБУ-Сотник говорит о том, что... Сытник. Сытник, извините, глава НАБУ-Сытник говорит о том, что у них нет даже доступа к этим электронным декларациям. И изучают они их с помощью интернета. Чем тогда члены этого антикоррупционного ведомства отличаются от меня, от вас, и как мы с вами тоже вместе можем сесть в интернете и проверять эти электронные декларации? Повномочий не хватает? Я думаю, что повноважений у них достаточно, хотя у нас есть один законопроект, где НАБУ, на превеликий жаль, на сегодняшний день не имеет возможности сделать оперативно-розшуковую деятельность. И до сих пор он не рассматривается в Верховной Раде, и в Верховной Раде он не является приоритетным. Я думаю, что эти повноважения обязательно должны быть наданы Национальному антикоррупционному бюро, как органу, до речи, до которого еще у нас есть довера. Не отменно от правоохранных органов и других органов, которые не пройшли эту систему реформирования, даже несмотря на чисельные конкурсы. Но что касается договора про асоциацию. Вы знаете, мне кажется, что, ну, по-перше, мы знаем, что Украина достаточно много на себя обязанностей этой договоры взяла. И реформа государственной службы, и реформа финансового сектора, и та же самая борьба с коррупцией. Но я думаю, что мы станем успешными лишь тогда, когда мы эту договору будем рассматривать для себя не как выполнение обязанностей перед кем-то, не как возможность вступить к Европейскому Союзу, а как возможность сменить нашу страну на такую страну, в которой будет хотеться жить нашим детям, потому что мы делаем это все для себя. Хорошая мысль. Мог бы сам бы зааплодировал сейчас. Николай Скорик, вам слово обещал. Спасибо большое. Хорошо. Вы знаете, я бы предложил, вот сегодня несколько раз такие звучали, вот зрада это или перемога. Вот не мысли такими категориями. Это не зрада и не перемога. Потому что совсем недавно мы видели пример, когда у нас был герой Украины, его люди награждали, а потом буквально через несколько месяцев, вот сейчас его объявляют, что это оказывается главный зрадник Украины. Поэтому я бы такими категориями не оперировал, а оперировал совершенно такими простыми, понятными вещами, которые регламентируют два главных договора, которые регулируют наши взаимоотношения с Европейским Союзом. Это договор об ассоциации и договор о безвизовом режиме. Договор о безвизовом режиме нам четко сказали, что он в какой-то перспективе будет, но четких сроков нам не назвали, там не 24 ноября, непонятно, там уже вроде не 3 апреля, а раньше, может быть позже. Но абсолютно на сегодняшний день это не важно, потому что люди, украинские граждане, которые могут заплатить 32 евро за визу, они могут путешествовать и без визы, и с визы. А те, которые не в состоянии заплатить 32 евро за визу, они не поедут в Европу, даже если будет безвизовый режим. Поэтому этот вопрос не актуальный. Что касается договора об ассоциации, это был ключевой момент, из-за которого начались события трехлетней давности. И в данной ситуации правительство Нидерландов после референдума в своей стране четко заявило о том, что и украинское правительство, и украинское государство действительно сделало достаточно много для того, чтобы этот договор в целом не был аннулирован из-за позиции Нидерландов. Но мы пошли на колоссальные уступки. И когда здесь говорится о том, что у нас остается перспектива членства в Европейском Союзе, это абсолютная неправда. Потому что мы четко зафиксировали, что этого не может быть, и дали соответствующие гарантии правительству Нидерландов. Мы дали соответствующие гарантии правительству Нидерландов, что мы не будем претендовать ни на какую финансовую помощь, которую получали все страны Восточной Европы до нас в конце 90-х, начале нулевых годов, для того, чтобы выровнять свой уровень жизни и свой уровень экономики с другими странами. Мы дали четкие гарантии правительству Нидерландов о том, что наши граждане не будут иметь право работать в Европе и так далее. Поэтому нужно сказать людям правду. А то, что вот я опять же согласен с Тарасом, что нужно начинать работать. И когда говорят о реформах, реформы это не очередной транш МВФ, это не очередной кредит, не очередная помощь. Реформы это рабочие места, это увеличение налогов и так далее. Кстати, о транше МВФ. Сегодня как-то стыдливо вся украинская власть об этом молчит, но МВФ сегодня официально заявил, что очередного транша не будет до того момента, пока мы не урегулируем свои взаимоотношения касательно российских евробандов на 3 миллиарда. И это четкая позиция Европейского, я прошу прощения, международного валютного фонда в отношении того, что нового транша не будет, пока либо эти 3 миллиарда не будут реструктуризированы, либо не возвращены Российской Федерации. Поэтому говорить о зрадах или перемогах, я считаю, что это неправильно. Нужно говорить о реальном положении висей и самое главное работать. Понимаете, ситуация с МВФ критична и сложна еще тем, что это не единственная их претензия к Украине. Украина много чего не сделала и не успеет уже наверняка сделать, в частности, народные депутаты за 4 последних рабочих дня. Но об этом мы поговорим во второй части нашего выпуска. Одно слово, говорить о визах, что это вопрос 30 евро и все, это все равно, что сказать, что национальный флаг – это просто кусок материи, там, с себестоимостью в 5 гривен. Виза – это символ. То есть стены, которая была между Украиной и Европой столетиями. И сегодня, когда мы добиваемся снятия виз и безвизового режима, мы на самом деле открываемся для Европы. Алексей, ну вы все правильно, Алексей, я абсолютно с вами согласен. Я согласен с вами абсолютно, это очень хороший символ. Но на этот символ не купишь даже билет на самолет даже до Вены. Извините, пожалуйста. Символами всех не будет, спасибо. Андрей Ильенко, пожалуйста. Символ нужно подкрепить благосостоянием общества. Чтобы не было таких разговоров в 18-м году, в 19-м году мы потеряли, к сожалению, все... Дайте дипломатический паспорт, летайте на равне с гражданами Украины, и это будет очень хороший разговор. Слава Богу, у меня есть виза, я могу это сделать. Вам о визах можно беспокоиться точно. Андрей Ильенко. Вы знаете, очевидно, что вопрос о коррупции в Украине – это вопрос, которое нужно, решение которого нужно, первое, самым украинцам. Потому что это нам, в этой стране, жить, нашим начаткам тут жить. И нам нужно, чтобы в нашей стране было доброе, а не кому-то за кордоном, первое, это очевидно. Но вы знаете, у меня такое впечатление, что вопрос о коррупции в Украине – это вопрос, в котором приховано, есть определенный консенсус. И как среди многих представителей украинской влады, которые имитуют борьбу с коррупцией, так и которым выгодно, чтобы она продолжилась, так и многим чиновникам в Европе и политикам, не всем, но частково, которым выгодно найти хороший привод каждый раз в Украине отмолвать. Вот видите, у них коррупция, поэтому визы им не даем, у них коррупция, поэтому допомоги никакой не даем и так далее. Мне кажется, что тут даже такой, знаете, прихованный договорнячок виходит. Потому что, действительно, мы же тоже должны понимать реалии. С одного боку, мы понимаем наше желание. Безумовно, попри то, что сложно, проблемно, но все-таки величезную работу Украина проработала, выполнила величезную количество требований. 144 требований по безвизовому режиму. Это безпрецедентные вещи. Но мы часто видим такую холодную прагматичную байдужость. Но, с другого боку, мы тоже понимаем, кто хочет иметь дело с людьми, в которых проблемы, с людьми, в которых бедность, с людьми, в которых злочинность и так далее. Пока мы сами не станем сильными, самодостатными, сами не будем себя поважать, то, соответственно, и от других не будет поваги. Тут надо понимать, что в Европе сегодня большие изменения происходят. В принципе, тот образ Европы, который был там за последние 10-15 лет, он уже изменится, он будет изменяться дальше. Вы видите Brexit, вы видите референдум в тех же Нидерландах, сейчас какие партии набирают рейтинги в Европе. Мы можем говорить, что они там популістичны. Мне как раз кажется, что там, с одного боку, есть и вплив Россия, а с другого боку, там есть и певный прагматизм, который сейчас снова поднимается, с точки зрения, что каждая страна начинает снова думать больше о себе. Нам может это не понравиться, но это реальность, в которой мы живем. Поэтому я думаю, что нам так же нужно оставаться более программатичными, снимать рожевые окуляры, которые, возможно, в кого-то были. Понимаете, что ценности, это, конечно, важно, но все прекрасно понимают, что национальные интересы каждой страны, и все, и нам будут рассказывать про ценности, но действовать будут в своих национальных интересах. И мы тоже так же должны действовать. Защищать свою экономику, развивать в своей стране промышленность, давать возможность людям заработать в Украине, а не ехать нелегально, працювать неведомо куди и так далее. Поэтому это вопрос, которое мы должны понимать для себя. Потому что, с одного боку, я согласен, как бы формально у нас евроинтеграция уже 20 лет, но давайте правду реально для себя скажем. Только в период революции гидности мы, наконец, визначились своим внешним вектором. До того, у нас была много векторности. Мы сказали, что мы будем дружить с всеми, что мы будем намагаться и туда, и туда. И каждый раз все изменилось. Были вот эти игры, балансы и так далее. Только сейчас мы, как бы, визначились остаточно, куди мы идем, что мы хотим и так далее. Едина наша, напевно, историчная проблема, то, что Польша, Угорчина, все другие страны, которые начали этот процесс еще в конце 80-х, они были совсем другую конъюнктуру, историческую, геополитическую. Мы начали этот процесс. Мы стали евроинтегрироваться тогда, когда, в принципе, возникла кризиса самой Объединенной Европы. И вот это наклалося одно на то, что. Но я, с другого боку, тоже считаю, что это и певный шанс для нас. Стать более самодостатними. Перестать мыслить о себе, что мы должны стать просто какой-то колонией, что кто-то сюда прийдет, из нас вырешит наши проблемы. Мы сами должны их вырешить. И, конечно, в связи с другими дружными для нас странами. Но думать о свои интересы, прежде всего. Вы в начале, когда говорили о, возможно, о этом молчаливом заговоре, да, о выгодной ситуации для Европы, о том, что мы не боремся с коррупцией, и для наших коррупционеров, я вспомнил слова некоторых экспертов, которые говорят, что вообще охлаждение отношений с Евросоюзом очень может быть выгодно некоторым нашим политикам. Ну, выгоды очевидны. Можно пилить бюджеты, не бороться с коррупцией, можно возглавить коррупцией, можно доить госпредприятия и так далее и тому подобное. Андрей Ермолаев, вы как эксперт, как считаете, наговаривают на наш политикум или нет? Возможно, такие сценарии? Хороший подход, и я тоже предлагаю посмотреть на нас глазами инопланетян. А вы считаете, что у нас в той же Верховной Раде одни патриоты собрались? Я не успел ничего посчитать еще. Я говорю, давайте посмотрим глазами инопланетянина на нас, не слушая наш телевизор, да? Это же в нашей стране уровень коррупции признан одним из самых высоких в мире. И если в 2015 году бывший глава областной администрации Саакашвили говорил, что новую коррупцию в стране окрышуют какие-то верхи аккуратно, то к концу 2016 года уже есть поименно кто, и, к сожалению, это действительно буквально верхи, поименно. И в 2017 нас ждут, видимо, расследования и, не дай бог, судебные приговоры в отношении этих людей. Второе. Это же в нашей стране потрясающе сокращается реальный сектор. Ну, возможно, окромя оборонно-промышленного комплекса. И миграция, которая, кстати, сейчас на слуху, на всех круглых столах и в Украине, и вовне, буквально коснулась уже нового поколения украинцев. Это называют наши ученые новой миграционной волной. Я не хочу спекулировать на проблеме социальной, потому что это очевидно. Но я говорю о том, что вот такую Украину сейчас видят и в Европе. Вот когда люди спорят о рае, то проблема этого спора в том, что ни сторонник, ни противник рая не имеет возможности проверить это в своей собственной жизни. Так и мы, к сожалению, не имеем возможности проверить все эти споры о европейском идеале в своей жизни. И вовсе не потому, что Евросоюз, по поводу которого мы строим планы, подписываем соглашения, желает или не желает включить Украину. У Евросоюза сейчас проблемы, которые связаны вообще с пересмотром будущего евроинтеграции. Не до Украины. И по большому счету Евросоюз даже пользуется украинской картой. Ну, если уж на то пошло. Я почему связал вопросы коррупции с вопросами евроинтеграции? Потому что на сегодняшний день, к сожалению, Украина подтвердила, что она не только не является стороной ориентированной на Европу, но она лжива в своей евроинтеграционной риторике. Именно потому, что коррупция, именно потому, что реформы имитационные. Я не хочу говорить о скандалах, я говорю о практических результатах. Не меряют практические результаты. И завершая, нужна рамка. Вот коллега поднял этот вопрос, а я хотел бы тоже, наверное, на него обратить внимание. Мы вошли уже в период глобального капитализма договоров. Да, очень много было разговоров о Трампе. Но Трамп это просто символ. На самом деле, прагматизация отношений в условиях, когда мировой рынок скукоживается. Мир переживает сейчас большой кризис, например, перевозок. Что свидетельствует о сворачивании производств в ведущих центрах. Сворачивает свои производства в крупное ТНК, ориентируясь на свои государства. Вообще, запрос на правительство национального прагматизма, очень жесткого. Договорняк, грубо говоря. И в этой ситуации каждая страна действительно ищет для себя наиболее, ну, такую, прагматичную перспективу. А в нашем случае, наше разговор, например, молельный дом. То есть, кто больше потрет, кто больше верит. Ценностей не нужно верить. Это очень практическое, это мерило отношения. Я хочу завершить следующим. В 2017 году, с точки зрения моего прогноза, будут продолжены санкции. По той простой причине, что санкции в отношении России это большая конкурентная борьба. Это проблема России и Запада. А мы всего лишь как повод. И вопрос социальный будет решаться во Франции, Германии и Бельгии в отношении фермеров другим путем. В отношении Украины. Не будет Украина приглашаться в Евросоюз. Ни в 2017, ни в 2020, ни в 2025. По той простой причине, что страны Евросоюза будут решать проблему первое. Целостность и стабильность в ближайшие 2-3 года. С возможным пересмотром формата интеграции. А это, извините, круг избранных. И далеко не все члены Евросоюза избранному кругу. И самое главное. От Украины будут требовать более последовательного, более четкого реализации демократических и экономических реформ. Наверное, с другой властью. Потому что эту власть, я этим хочу завершить, наверное, будут судить в условиях коррупционного скандаля. Вы заговорили о другом. Вы заговорили об экономике. Действительно, важно, какой Украину видят не только европейские политики, но и европейские бизнесмены. Анна Деревянко у нас в гостях, исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации. Анна, вот я у вас хотел спросить. После того, что было услышано вчера в Брюсселе, какой месседж, какой сигнал получил европейский бизнес, мировой бизнес? В Украину денег больше придет или меньше? Грубо говоря. Европейский бизнес не ожидал ничего драматичного от вчерашнего саммита. Потому что европейский бизнес понимает, что данные саммита являются регулярной регулярностью в отношениях между Украиной и Европейским Союзом. Европейский бизнес абсолютно здраво относится к тому, какие условия в нашей стране. Мы понимаем, что Украина идет вперед. Возможно, не такими темпами, как и гражданам Украины, так и европейскому бизнесу. Европейский бизнес видит, что Украина есть огромные возможности для реализации своего потенциала. Европейский бизнес видит, что пока пробуксовывает борьба с коррупцией, эффективная борьба с коррупцией. Об этом мы сегодня говорили. К сожалению, нет серьезных подвижек в судебной реформе. Но при том, при всем, мы видим, что многие изменения на сегодняшний момент все-таки случаются. И темпы изменений за последние три года являются более динамичными, чем они были за предыдущие 22 или 23 года. На сегодняшний момент мы, как Европейская бизнес-ассоциация, видим, что у Украины серьезные возможности для развития. Главное, ими воспользоваться. И мы видим больше позитива в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Потому что мы, как ассоциация, видим, что в следующем году может быть рост ВВП больше, чем в этом году. Естественно, 3% или 2% роста ВВП, как ожидается на следующий год, это недостаточно для успешного развития нашего государства. Мы хотели бы 8-10%. Ну и здесь задача политиков, задача правительства сделать все возможное для того, чтобы была эффективная борьба с коррупцией, чтобы были посажены те коррупционеры, на которых мы рассчитываемся. То есть эта мерка, которую мы сегодня слышали, она должна быть, собственно, применена. И должна быть уже действительно успешное движение в судебной реформе. Иначе будет сложно рассчитывать на то, что будет динамичный рост инвестиций, который будет в следующем году. Мы рассчитываем, что будут складываться инвестиции. Но тем не менее, хотим больше... Какой вы рассчитываете? Ну мы не рассчитываем на миллиард, как нам говорят некоторые политики, которые ждут, что в следующем году будет миллиард или там в следующие два года. Но уже, я знаю, даже в этом году уже как минимум сотни миллионов долларов инвесторы планируют вкладывать в следующем году. Но это частные инвесторы? Некоторые говорят, что у нас в суде десятки и в суде. Борислав, дозволяю, но мы... Вот Алексей начал говорить, ваш коллега по партии, начал говорить о символе, которым должен являться для украинцев безвизовый въезд в Евросоюз. А что все-таки с этим будущим символом? Когда мы увидим Шенген безвиз? Почему запутанная информация? Почему сначала в Европарламенте говорилось об апреле месяце? Затем апрель был отменен, но и новая дата не названа. А приблизительно, в очередной раз, может быть какой-то прогноз озвучен, когда украинцам ждать безвизового въезда в Евросоюз? Я думаю, что дату мы будем иметь на конкурсе сичня, начало, начало лютого. Там уже и до апреля недалеко. Послушайте, я не буду, я не проверясь и не буду сказать. Я вам поверила, три месяца сижу без визы. Поверила, что будет безвиза. Татьяна, вы без визы? Это очень наивно. Я, например, ждаю безвиз двухлетней. Мне просто дивно, что Татьяна не имеет закордонного паспорта дипломатичного. Не паспорт маю, авиавиза не маю. Да, дипломатичный можете ехать. Вы, бачите, а это коррупция, ехать за дипломатичным паспортом в ОССР? Я вам поверила, гражданка Украины, что будет до грудня без визы. У меня три месяца нема визы. Вы же сами говорите, что не должно быть так, что народу очереди в посольство, а избранным диппаспорта. А когда все будем равны? Я уважаю, что на сегодняшний день питание без визы. Я сегодня полно людей. Я реалист. Я не чекаю. Я пришел, стоял так само в черте. Мы вот как раз осенью обновили все визы себе, то же самое, всей семьей. Я говорю честно, двухлетний виз я не объявлял, я не объявлял визовую переключку. Подождите. Украинцы больше волнует не ваш штамп паспорта, Борислав, извините, а их без виз. Так все-таки сроки есть или нет, Борислав? Я думаю, что я не назову этих сроков, потому что я действительно не могу вам гарантовать, коли они будут. Но я знаю, что она будет на начале лютого месяца, будет точно дата, когда украинцы будут ездить без виз. Питание тут стало по владе, что там ее будут судить и все иншее. Я хочу вам заперечь и сказать, что сегодня мы боремся с коррупцией не ту, которую мы создали после Майдана, а ту, которая была започаткована всеми гилками влади за 20 лет. Давайте продолжим с без визом. Давайте продолжим с без визом. А вы наверняка обратили внимание. Дозвольте мне доказать. Нет, подождите. Вы наверняка... Ну что, о чем, Борислав? Я сказал, что сегодня мы маем за два года, мы створили все, я не говорил, я хочу продолжить эту думку, не надо смеяться. Вы меня подогнали. Я хочу подсказать, что сегодня мы маем наследие, которую мы создали уже после 20 лет в Украине. И сегодня, действительно, ломать ее нужно только за то, чтобы сегодня, скажем, мы створили судовую реформу. Она начинает действовать с 1 сентября 2016 года. Тогда будут полностью обновлены суды за два года. Без этого кинцевого результата мы не получаем. Поэтому еще раз просто хочу сказать. В 2017 году не будут обновлены все суды. Послушайте, не все. Нет, сейчас начинается конкурс о верхнем суде. И верховный суд Крашевого Пасха будет обновлено в березне-квитне месяце только. Мы еще повинны до конца принять закон про судовую реформу. И еще, пусть у вас нахолошение. Вы нахолошение. Василий, все, что вы успеете или не успеете, кстати, и что у нас заработает с Нового года, что нет... Подождите, нет, 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 во втором часе. Я вам вообще питания не задавал, вы просто брали слово. Василий Филипчук, вся эта дискуссия у нас просто осталось совсем немного. Мне вот интересно ваше мнение. Переубедили вас в политике или нет за эти... За этот малого часа. Дискуссия про безвиз просто показывает, что самый безвизовый режим, который был чем-то единственной, реально достиженной, позитивной метою в отношении с ЕС после Майдана, уже просто превратился на жарт. На предмет для сарказма и посмешек. Я особисто також не маю жодного сумніву, что ЕС нам надаст безвизовый режим. Надаст він, оскільки это машина, яку дуже важко почати, чтобы нарухалась, а вот потом дуже важко зупинитися. Но тот факт, что его бесконечно переносят, только показывает, что окрім безвизового режима, с боку ЕС немає журтой муртунки. Но даже вот эти ограничители не помогут, которые ЕС уже расставляет. Но уже сказали, что будут отбирать, если увидят откат в реформах, например. Самое главное, что вот это недоверие убрать могут, естественно, только наши политики, которые, в общем-то, и народные избранники, которые работать, ну не то, чтобы не любят, я вам сказал, но не получается, у них работать очень много. До конца этого года осталось у них всего 4 рабочих дня, а планов громадьё. В том числе нужно решить вопросы, которые и изменят отношение Европы к Украине, и, возможно, приблизят нас к Европейскому Союзу. Успеют ли что-то сделать, не успеют, вспомнят ли о вас и о том, как будете жить вы в 2017 году. Обо всём этом спросим у них уже через несколько минут. Дождитесь, пожалуйста. Это «Чёрное зеркало». Мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Ну, что ж, дело близится к концу пока политического сезона. У народных депутатов осталось всего 4 пленарных дня для того, чтобы сделать хоть что-то полезное для страны. Что успеют перед своим отпуском? Ну, понятное дело, что самая главная битва, которая предстоит за эти 4 дня, это всё-таки принятие государственного бюджета на следующий год. Борислав Алексей, как представитель коалиции, есть 226 голосов уже за бюджет или нет? Так. Четверг покажет? Я думаю, что есть, и мы увидим принятие государственного бюджета. Сразу уточню, почему прошлый четверг не показал, как обещали. Он и не должен был, я не знаю, кто вам это обещал. У нас в прошлый четверг... Порубий, не лично, стране обещал. Я не знаю, кто. Обещали принять джек. Мне кажется, тут все Алексея. Я вижу одного ещё Алексея, но тут все Алексея. Это преступление? 22 декабря у нас по плану принятие государственного бюджета. Я думаю, что это произойдёт. Естественно, в Украине есть свои политические традиции. Одна из них говорит о том, что бюджет надо принять ночью. Поэтому мы должны это сделать в ночь с четверга на пятницу. Я так понимаю, что это самая реальная дата. Однако хочу обратить ваше внимание... Не смешно было. Это не смешно, я вам говорю абсолютно серьёзно. А хочу обратить ваше внимание на другое. Но почему так будет, если вы говорите, что у коалиции достаточно голосов для принятия? У нас в этом году наконец-то бюджетный процесс происходит не так, как это было в прошлые годы. Мы уже несколько месяцев всей страной обсуждаем показатели бюджета. Это, извините, у нас прорыв. Такого я не помню за 25 лет. У нас всегда бюджет рисовался в декабре. Но голосовать-то всё равно придётся под ёлочкой. Вот смеётся представитель Батькевщины, а когда премьером была Юлия Тимошенко, бюджет одного из годов был принят в марте месяце следующего года. То есть уже текущего года. В марте на год. И вот сейчас Батькевщина смеётся. Только не премьер-министр принимает бюджет, а парламент. А в этом году, да, только он подан. У Юлии Тимошенко там не было большинства, так что не надо рассказывать. Ну, это же она стала премьером тогда, случайно? В другом уже году. Ну, конечно. Поданный бюджет, да. Так вот в этом году мы наконец-то подали вовремя в сентябре. Три месяца бюджет обсуждаем. Примем его. Не под новогодней ёлкой всё-таки. И это позитив, безусловно, для страны. Прекрасно. Борислав, вы просите слово, сразу тогда уточните. Скажите честно, сколько голосов может дать коалиция, вот честно только, за проект государственного бюджета на следующий год? Сколько придётся добирать? Я хочу просто нагадать нашим коллегам, что будет визначальный день, в втором. Потому что в втором мы должны принять очень важных два законопроекта. И третий, даже 53-68, стосовно реформирования ДПС. Який дозволит нам всё-таки выйти на такие параметры, которые закладены в бюджете. Поэтому я думаю, что если в втором мы проголосуем эти три законопроекта, основополагающие, я думаю, что в четверг у нас будет с этой возможностью принять бюджет целом. А если нет? Ну а если нет, значит, нет, будем выходить дальше. Будем продолжать сессию, будем продолжать дни, будем выходить, находить компромисс. Без компромисса мы не приймём бюджет. Это же, в принципе, всему зрозумимо. Борислав, а теперь всё-таки вернёмся к моему вопросу. Сколько голосов наскребёт коалиция во время голосования за бюджет? Я направляю, что 234. Без полиции. Хорошо. Хорошо. Кто поможет? Кто поможет голосами? Я вважаю радикально партия. Я вважаю, что декорка голосов будет с Батьківщины, потому что там уже есть відокремленные члени. Ну и я буду так всё-таки же сделегить вважать, что есть всё-таки провладная коалиция. У нас складается БПП и из Народного фронта. Ну и плюс деки, ну, как бы, не входящего в фракцию. И в фракции наши коллеги. Алексей, это вы из Батьківщины обещали поддержать бюджет на следующий год? Батьківщина два года не голосовала за гонебный бюджет, и за третий год мы не собираемся это делать, потому что это просто позор. Вы видите, они торгуются уже, ну, хоть два голосочка Батьківщина, ну, пожалуйста, ну дайте, не хватает голосов. Коалиция, я смотрю сейчас за те законы, которые до бюджетного, голосует там 170-180 голосов, докупают голоса у групп, докупают голоса у позафраксийных депутатов, обещая, на округа и прочее. Я хотел бы закончить одну мысль насчёт этого бюджета. Посмотрите, пожалуйста, внимательно динамику. У любой коалиции, у любого уряда, вот любой студент-политолог может сказать, три этапа существуют. Первый этап важный в проваджении реформ. Очень сложные реформы делаются, пока у тебя есть рейтинг. Второй этап, это ты проводишь уже мелкие реформы, стараешься довести свою состоятельность. Третий этап существования любой коалиции, любого уряда. Чтобы переизбраться, ты повышаешь пенсии, повышаешь социальные платежи. Мы сейчас видим просто бюджет и вся эта риторика предвыборная. Люди стараются перед будущими выборами что-то предъявить избирателю, а предъявлять нечего. И по выборам в объединённые громады, которые прошли в воскресенье, БПП провалился третье место. Первое место Золоня Батькищина, второе место ваши сатибиты из нашего края. И сейчас будет выбор в объединённой громаде. Посмотрим, кто доверяет людям. Я уже вижу эти 234 голоса, Алексей. Да, Борислав, зачем Андрей Ильенко? Борислав, Андрей, да потом зачем? Значит так, давайте по пунктам. Давайте говорить практически. Вот рядом сидит со мной Андрей Ильенко, как и я, внефракционный оппозиционный депутат. Андрей, вы ввёте просто простой вопрос, да или нет? Хоть один законопроект в последнее время силами двух фракций, Народного фронта и БПП, был принят? Хоть один? А оно технично не может быть. Я спрашиваю, нет, был или нет? Нет, если хотя бы не голосуем, нефракционные, если не голосует Батькивщина, Радикальная партия, Самопомничь, Воля народа, Ведроджиня и остальные, шансов на принятие бюджета ноль. Это раз. А почему не должны голосовать? Я говорю не об этом. А почему мы не должны голосовать? Алексей, мы говорим о том, что если не голосуют, это раз. Это к тому, что 226 голосов нет. Раз. Второе. На сегодняшний день, давайте честно говорить, мы же общаемся не только публично, мы общаемся кулуарно. Внутри самой коалиции взгляд на бюджет абсолютно разноплановый. Удовлетворить все хотелки, исходя из могулок Украины, крайне тяжело. 8 сосков на одну корову, как ни пытайся, не приделаешь. И поэтому на сегодняшний день сейчас идет действительно откровенная торговля. Это грустно, это правда, но так происходит каждый год, и в этот год не будет исключением. Я бы не хотел, Алексей, чтобы ваши слова, что в ночь примут бюджет, это правдиво. Борислав, сразу уточнение, в какой плоскости идет эта торговля? В политической плоскости? В разной. Скорее всего, что будет пакетное голосование с чем-то, как-то, еще что-то. Но смотрите, когда происходит ситуация, а если будет закон о спецконфискации, а если за него не проголосуют, а где взять еще 10 миллиардов? И тут возникает фраза, а мы их возьмем из деотенизации. Секундочку. А сразу деотенизировать экономику нельзя, чтобы, допустим, эти 10 миллиардов сразу вложить и так далее. Я к чему говорю? Голосов сейчас действительно нет. Вот тут я соглашусь с моим коллегой Гончаренко. Вполне возможно, что к четвергу привезут всех больных, хромых и замороженных. Алексей правильно подсказывает, всех не надо карточки. Правильные варианты действительно проголосуют и те, кого в зале не будет. Ты все-таки трошки мыслишь, как романтик, потому что ты говоришь, приедут больные, да? Они там кнопка давлять, аж Гай Гуде там на заднем рядах, и никого там везти не треба. Это видно, и они уже даже не ховаются. Поэтому в этом плане там не треба больных будет везти, и из Мальдивии не треба будет никого взрывать. Про кнопка давлять, да и все. Тут есть другая проблема, понимаете? Хотя это ужасно, и на это была бы какая-то реакция, но я вижу уже всем абсолютно по барабану на эту тему. Хотя я помню, как много кто-то сейчас кричит. Ну так давно уже у нас народ знает, где сидит большинство депутатов. Я не до народа репопилюю, потому что народ, это не в том плане, что... Это вот те люди, которые кричали, я помню, очень хорошо, мы разом блокировали парламент в прошлом ускликании против беспредела партии регионов, особенно против беспредела, сейчас они сами або этим занимаются, або покрываются, ну таки. Так вот, про бюджет. Дело в том, что, на самом деле, если бы была нормальная, здорова ситуация в парламенте, была бы четкая, понимая коалиция, в которой было бы понятно, кто в этой коалиции входит. Потому что мы же даже не знаем, у нас нет по именному списку, кто там в коалиции. Деякие члены фракции, даже БПП, там, или Народный фронт, он говорит, а мы не входим в коалицию, мы входим, мы персонально, у нас даже нет понимания, кто входит. Реально, коалиция, мы знаем, какая это. Это та, которая голосовала, например, за уряд, так, это БПП, Народный фронт и уламки партии регионов. Вот я думаю, что десь в этих вот приблизно межах, возможно, с залучением еще кого-то, будут шукаться голосы за бюджет. Теперь надо понимать еще один момент. Кроме прямой политической коррупции, там есть еще и такие вещи, как, например, так называемые гроши на округе. Ну вот, когда мова идет о мажоритарных депутатах, они говорят, что проголосуешь за бюджет, мы тебе там додатково дадим на округ. Ну, на самом деле, я считаю, что это так же абсолютно политическая коррупция. Просто она немного посередкована. Потому что это за такой неравномирный подход? То есть, где люди должны страдать, а где люди должны что-то получать только через то, что депутат проголосует за законы, которые в результате им же глобально сделают гирже. Андрей, сразу хочу уточнить. А правда, правдива та информация о том, что прошлое правительство кинуло многих мажоритарщиков? Извините за такой термин. Ну, говорят, что обещали просто накормить округи просто досыта, а затем, мягко говоря, показали конфигурацию из нескольких пальцев. Просто, чтобы было зрозумяло, мне никто не обещал, потому что я не буду слова за бюджет не цей, не минулый, тому у меня таких, как бы, досвіду таких питань немає. Але, можливо, цілком, але це уже питання, скажемо, більш глобальне. Мені здається, що саме таким куларным способом будуть намагатися вирішувати питання, зокрема, в цьому парламенті, знову. Татьяна, а что, правда, да, что просто в году некоторые мазоритарщики не получили то, что им обещала правительство? Как вы памятаете, бюджет 2016-го року голосувався при уряді Яценюка. И, соответственно, ті обещанки и зобовязания умовно брали на себя Яценюк и его уряд. У зв'язку з тим, що Яценюк пішов у відставку, дійсно, ну, те, що не було виконано на той момент, на ті округи, воно дійсно частково підвисло. Такі сигнали ми отримуємо від колег. Саме тому зараз у прем'єр-міністра Гройсмана подвійно ускладнена задача. В этом году искать поддержки мазоритарщиков будет еще сложнее. Яценюком, плюс найти баланс з мазоритарниками, ті, які будуть голосувати за цей бюджет. Стосовно голосів, він дійсно буде проходити дуже складно. Якщо ви подивитесь на кількість голосувань, на кількість голосів, які максимально дає БПП, це 103, максимум 110 людей. Народний фронт, ну хай вони дадуть 75. І того, як завжди, не вистачає 40-50 голосів, які треба думати, де взяти. Наша фракція висунула ряд вимог. Це абсолютно чіткі, прозорі вимоги, які стосуються питань держави. Це питання гірських районів, це питання аграріїв, це питання непідвищення єдиного податку для спрощенців. І інші подібні питання. Якщо уряду потрібні наші голоси, ми просимо врахувати наші вимоги. І найбільш важлива вимога, яку висуває фракція самопоміч, це не руйнувати фінансову децентралізацію, не лізти в кишеню місцевих громад. Тому що зараз ми бачимо, що по тих поправках, які подаються, які враховуються, ми бачимо, що бюджети міст, селищ, сіл будуть зруйновані. І вони вперше, в 2016 році, замовили проекти, вони почали відчувати себе господарями цих грошей. Замовили проекти, наприклад, на ремонт каналізації, на інфраструктурний розвиток села чи селища. І зараз вони просто, внаслідок втрат цих доходів, це йдеться і про роздрібний акциз, і про освітню медичну субвенцію, і перекладання оплати за зарплати педагогічних працівників, і інші речі. Вони внаслідок цих втрат просто будуть недофінансовані. Тетяна, ви зразу скажіть, ви вообще лично вірите в можливість такого політичного компромісу? Я вірю, тому що зараз... Не проще ли залити деньгами нескільки округів? Це залежить від політичної волі прем'єр-міністра Гройсмана і його уряду на те, до чого він хоче прийти, чи хоче він досягнути мети побудови успішної країни. І ми подали відповідні поправки. І зараз ми ведемо діалог з бюджетним комітетом про те, щоб вони були враховані. Ще один політичний компроміс, який віщуть некоторые політичні сили з Кабмином, це повищення пенсії до хоча б адекватного рівня. Це можна чи ні? Ніколай Скорик, вам даю слово. Дякую. І, кісля, якщо це буде, ви можете підтримати бюджетним голосом? Якщо це відбувається, я маю вважаю, що це одніє відповідні пенсії до адекватних пенсій. Я думаю, що це один із ключових питань, той, який ставила наша фракція. Це адекватне повищення заробітних плат і пенсій. Два вопроса. Дякую за досягнення. У мене теж. Господин Бриславович. Я боню. Тож виходила одна, розказувала своє досягнення. 2200 років. Той одній, розкажіть. Два вопроса. Перший, ви задали, що успеє принять парламент до конца року. Я думаю, що успеє принять бюджет. І я думаю, що це все, що буде відбуватись на цій неділю, буде подчинено именно цьому вопросу. Тому що це дві абсолютно різні різні різні. Тому що существує зараз. У нас конституційне понятие коаліція, воно у нас відсуттє в принципі. А є то більшінство, що примет бюджет. За це більшінство, я думаю, спикер і прем'єр, люди вже опытні за ці два роки, вони голоса знайдуть. То, що цей бюджет не реалізує главні вопроси ні соціальної захисту населения, ні вопросы підтримки містного самоуправління і громад, не реалізує вопрос стимулировання економіки, це совершенно однозначно. Ви задали ключевой вопрос в отноші пенсії. Повішати заробітні плати, причем повішати не на уровень фактичної інфляції, а зробити таку своєобразну подачку, причем фактично за счет людей і не повысити пенсії, це обречі пенсіонерів просто на вимирання. І саме головне, цей бюджет оснований на абсолютно нереальних показателях, в тому числе главний показатель – це показатель цен на коммунальні платежи, які граждані на сьогоднішній день не способні платити. Уровень субсидий, який заложен в бюджеті, він недостаточний. Я приведу маленький пример на примері моєї родної Одеської області. В цьому бюджеті ассигнований по субсидіям було заложено 470 млн грн на Одеську область. Губернатора Саакашвили страшно ругали за те, що він вроде бы не осваиває ці субсидії. На сьогоднішній день практически все остаток по ассигнованиям составляє 1,5 млн грн. При цьому дополнительні ассигновання, які требує Одеська область, вже на сьогоднішній день, вони більше 200 млн грн. І на сьогоднішній день правительство не планирує в цьому бюджеті дати ці деньги. На сьогоднішній год Одеська область просить 800 млн грн. по субсидіям, а увеличення такого в рази, і то ж саме наверняка по всім іншим областям. Ми увеличимо субсидії з 40 до 50 млрд грн. А реального увеличення такого, як нужно, в країні нету. Але все таки, я субсидія облачується полностью обеспечена полностью. Можемо мне закончить свою мысль. В цьому бюджеті я хочу подвести черту под своїм выступлением в следующем. Що за цей бюджет голосувати ми однозначно в тому віде, в якому він є на сьогоднішній день не будемо. А оппозиційний блок последовательно голосує только за те вещи, ми дійсно порой даємо свої голоса, именно за те вещи, які потрібні людям, дійсно гражданам України. Те вещи, які дійсно іноді правительство і правовладна коаліція вносить, що йде на пользу державу Україні і гражданам України, а зато ми голосуємо. Цей бюджет однозначно на пользу не України, а гражданам не Євгер. Ну я хотів би все-таки еще раз, я б хотів ще немножко, немножко, давайте остановимося все-таки на пенсіях. Людям це дуже важливо. Міністр соцполітики недавно Андрій Рєва сказав, я не совсем зрозумів, що це означає, це термін, що в країні должно буде произойти осовременювання пенсій. Що це означає? Наскільки вони стануть адекватними? Наскільки вони повисятся? Тарас Загородний, якщо можеш, прокомментируйте, пожалуйста. Ну деякі висловлені саме реви у мене взагалі іноді в ступор просто вводять. Ну це такий коментар, тому що або ми за рахунок детонізації, щось таке неймовірне. А ви хоча б ревізію проведіть, коли, куди подівається соціальна допомога? Що в нас в пенсійному фонді твориться? Чому там аудит досі не проведений? Незрозумілое ось чому питання. Тому резервів реальні для підвищення, на жаль, пенсій і мінімальної зарплати, як не говорив уродів, немає. Чому? Тому що можливе зростання пенсій і виплат тільки або за рахунок підвищення продуктивності праці, чого у нас не відбувається, у нас навпаки йде деградація економіки. Ми спочатку від металургійно-аграрного перетворюємося на аграрну державу, так? По-друге, немає реального зростання ВВП, як би не говорив уряд. Десь один-один відсоток, який говорить десь по підсумках четвертого кварталу, це, знаєте, така статистична погибка. Це залежить від того, як рахувати інфляцію. І тому немає реальних підстав говорити, що це бюджет взагалі реальний. Я вже не говорю про 17 мільярдів анекдотичної вже від приватизації. Вже третій рік у нас закладається від приватизації. Сума ця, як не доходить. Спецконфіскація дуже спірна, дуже-дуже суперечливий закон, який хочуть притягнути вже таким чином, що я вже не знаю, як можна робити. Там вже згоднім і чьом так катанням. А там фактично запроваджуються постсудові розправи з власницей. Це і так підвищить рівень корумпованості судів і підвищить рівень корумпованості і кількість рейдерських атак в країні. І тому в даному випадку, чи буде прийняти? Скоріш за все, буде прийняти. Знаєте, я думаю, що така розмова, чи є коаліція, чи немає коаліція. Правладні фракції достатньо ефективно працюють. Бюджет ухвалюють, знаходять голоси, знаходять голоси. Єдине питання в тому, що цей бюджет у нас кожного року, це незрозуміло, куди рухається країна. Це знов такий міждособойчик і дерибан відбувається. А які у нас пріоритетні точки розвитку, так? Куди, які галузі економіки ми розвиваємо чи ні? Я ось цього бюджету, на жаль, не бачу. Це такий бюджет, а давайте ми проживемо ще пів року. Андрій Єрмолаїв, а як ви вважаєте, можливо, що цей бюджет в зв'язку... Ну, все-таки правительство називає його чесним, депутати називають процес дуже чесним, але все-таки вопросів у обществу к нему багато. Акції протеста, днепринятие, можливо, під Верховною Радою? Депутатам стоит готовиться к тому, що, можливо, придеться йти по якому-то коридору недовольних людей? Нужно зрозуміть, що акції протеста – це, знаєте, як символ времени. Тобто вони не тільки почалися по поводу одного вопроса. Це буде красна лінія, взагалі, взагалі зіма. Соціальний протест только починається. І які поводи будуть поднимати людей? По місці життя, в своїх поселках. Буде це поведення колекторських фірм, буде це поведення правоохідних органів, як ми иногда наблюдаємо. І це вже будуть тарифи пенсії, а вперед ще головний новий шатун вместо фейкового – це холодна зима. О которой, взагалі, треба було спомнити, тому що це вызов года, наверное, буде. Це не суть важна, тому що в основі всіх протестів це кричується соціальна несправедливість і, дійсно, вже запредельний уровень терпіння людей. Але я хочу обратити внимание на другое. Ми говоримо о том, проголосують не проголосують. У режима нет проблем голосувати. У режима есть група 228. Она появилась, коли голосували по снятию неприкосленностей по Вадиму Новинському. Как когда-то была група 239. Как она создается? Ну не смешите, пожалуйста, хотя бы друг друга. Я не говорю уже о зрителях. Господин Онищенко объяснил, как формирується большинство таких голосувань. Слухайте, я голосувала на депутатину Новинського, на дотраганності. Я побачаюсь, давайте не ототожнювати. Потому що якщо людина реально, по-перше, якщо прокуратура хоче зняти депутатську недотраканність, я вважаю, що взагалі з кожного депутата. Голосувати. Голосувати. Голосувати в парламенті. За бюджет хватит. Хорошо, Андрей. За бюджет, допустим, проголосують. Ещё что-то успеют или нет? Голосувати в парламенті не связано с коррупционными связями и взаимными обязательствами. Проблема не в наличии большинства. Проблема с вызовами, которые сейчас возникли. Первое. Это риск вообще сорвать програму МВФ. Об этом Николай Скорик уже сказал. Есть информация о новых условиях. Это и декларирование, проверка. И необходимость ответственности по евробондам, которые возникли в отношениях с Российской Федерацией. Но, грубо говоря, у нас есть риск вообще оказаться без денег МВФ. Что существенно подрывает все расчёты бюджета. Раз. Второй момент. Конфискат. Он же посчитан бюджет. А, судя по всему, депутаты не будут в состоянии и эти деньги завести в бюджет. Я уже не говорю о взаимных претензиях, которые могут превратить парламентский день в тупик. Но дело ещё в том, что у нас политический год закончился 1 декабря. Мы входим в новую полосу серьёзнейшего противостояния с Российской Федерацией. Это уже факт. Сегодняшние два события. Интервью секретаря СНБО Турчинова и ультиматум, который, судя по сообщенности, сформулирован со стороны некоторых гражданских организаций, вроде бы ветеранов, добробатов в отношении ОРДЛО, говорят о том, что обострение таймировано так называемая новая изоляция или новая блокада ОРДЛО. 7 дней. Посчитайте 7 дней. Четверг, пятница. Я не исключаю, что мы входим в полосу искусственной, сознательной дестабилизации за счёт обострения ситуации в АТО, потому что новая блокада объективно обернётся встречными действиями. И какой в таком случае бюджет? Постойте. В какой в таком случае бюджет на второй день? Я прошу прощения, а кто-то ещё в этой студии понимает, о чём идёт речь? Я говорю так. Подождите, подождите, мы идём дальше. Смотрите, Алексей, смотрите, Лёша не понимает, ты понимаешь, скажи мне честно? Тут там сидят разные депутаты, коллекционные и оптиционные. Андрей, давайте поговорим. Вы не понимаете, о чём идёт речь? Объясните, о чём вы живёте среди каких-то гражданских организаций, о которых, знаете, только вы. Давайте же все остальные знали. Агентство УНИА сегодня сделало заявление об ультиматуме семь дней в адрес Ордло по поводу военнопленных. В адрес Ордло. Ну, прочитайте новости. Кто автор этого ультиматума? Я думаю, если честно, не могу. Давайте всё-таки вернемся к бюджету. Давайте всё-таки вернемся к бюджету. Я предлагаю всё-таки вернуться к бюджету, и вы, Тарас, начнёте. Андрей сказал, вот, тишина. Андрей сказал о рисках не получения кредита МВФ очередного. Я сказал, что вводит новое пострение, когда бюджет потеряет смысл. Я думаю, что... Друзья, я никому не мешаю здесь, нет? Тарас, кредит МВФ... Кого у нас нет? Нема у нас предбаченного кредита МВФ в следующий год в бюджете. Немае. Немае. А я сказал, что в бюджете нет. Кредит МВФ в бюджете нет. Борислав, я вам открою другую большую тайну. Он никогда не предусматривался в бюджете. Сколько лет мы получаем эти кредиты, извините. Тарас, деньги МВФ. Что должна успеть Верховная Рада до Нового года, для того, чтобы их все-таки получить? Я думаю, что встигнутым может питание на каких условиях. 4 пленарных дня, напоминаю. И огромная битва за бюджет. Как минулий рік показал, что достаточно, чтобы подать новые и схвалить. Что нужно сделать? Тут важно, чтобы мы обратили внимание, не говорили про общие вещи. Потому что каждый год бюджет становится сложнее. И дискуссия про изменения в податках становится сложнее. Потому что главное – это детали. Главное – это то, что, на самом деле, в конечном случае бюджет, очевидно, что будет, потому что механизмы достигнения згоди принципово не отличаются от минулоречных. Главное – это небольшие нюансы, которые связаны с изменениями в податковом законодательстве. Насколько баланс этих изменений будет позитивный или негативный. Потому что, на жаль, мы видим ситуацию таких ваганий между большой количество маленьких, но полезных изменений до их изменения и сохранения каких-то коррупционных схем. Насколько они будут сохранены, мы увидим в следующем пленарном тижне. Это все детали. В бюджете так же есть много полезных деталей, которые могут дальше просунуть реформы. И по децентрализации, и по энергоэффективности, и по школам, и по лекарням. А что на энергоэффективности? Если у нас 50 млрд субсидий, а энергоэффективность всего 800 млн. Приходили к Ройсман и говорили, добавки на всех. Все правильно. На два месяца есть никакой энергоэффективности. Что это такое? И сегодня, на сегодняшний день, мы знаем все эти риски. И без транши в МВФ наступный рейк, без співпраци с МВФ наступный рейк, нам будет крайне тяжело взберегать макрофинансовую стабильность. Сегодня, на встрече с гражданским сообществом, премьер-министр сказал впевненно, что через 6 месяцев он получит этот транш МВФ. Поэтому его политичную впевненность, возможно, можно поддерживать, а можно не поддерживать. Принайменно, он осуществляет всех этих рисков. Так или иначе, в бюджете есть невелые, полезные вещи, которые, на самом деле, развивают и закрепляют реформу. Но в целом, он будет примерно такой же, как и минулого. Андрей Артеменко. Сегодняшний бюджет, который мы с вами рассматриваем, и будем рассматривать на следующей неделе, пока я могу назвать бюджетом... К сожалению, это бюджет проедания, а не бюджет развития. Много раз говорилось о том, что те разумные вещи, которые предлагали радикалы, радикальная партия с января 2016 года, к сожалению, пока не учитаны. Но я хочу поделить в данном случае, поддержать Розенблата. Почему? Потому что те предложения, наши экономические предложения, которые, по крайней мере, подали за последние две недели, в том числе и бюджетный комитет, в том числе и налоговый комитет, особенно хочу отметить Нину Жанину, они хоть каким-то образом начинают учитываться. Поэтому радикальная партия по состоянию на сегодняшний день не нашла до конца всех тех предложений, которые мы, безусловно, как команда, как партия, которая голосует всегда за вещи, связанные с обороноспособностью, за вещи, которые действительно укрепляют экономику Украины. Поэтому я могу сказать только одно. Если те предложения, связанные с увеличением пенсий, с увеличением стипендий, с увеличением простых банальных вещей, которые позволят каждому украинцу почувствовать, что существуют программы, которые позволяют финансировать любую украинскую семью, тогда радикальная партия подставит плечо и проголосует за это бюджет. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, на самом деле... Люфт остаётся. АПЛОДИСМЕНТЫ И он ему не нравится положения в бюджете. Почему будут голосовать представители про властных партий? Я тоже понимаю. Потому что не поддерживать правительство... Ну это, скажем, неправильно с их стороны. — Это глупо. — Ну всё-таки, да, не делегировали это правительство, что это понятно. — Поэтому я считаю, что здесь должны все чётко понимать. Принцип — я не голосую, потому что я против по умолчанию, он глуп. Надо обосновать свою позицию. И вот здесь будет очень интересно, когда те, кто говорили, что я голосовать не буду, проголосуют. Потому что вот здесь интересно, в чем же тогда их мотивировали? Но я не хочу уже эту набившую оскомину всем историю напоминать о голосовании, о том, как вел себя лидер радикалов год назад, ну и что? Да я могу объяснить, потому что мы голосовали и будем голосовать за любого украинского производителя, который производит хоть что-то на этот период. Такое ощущение, что бюджет принимается для кого-то. Он что, не нужен гражданам украинцев? Нужно людям, которые сегодня будут получать бюджетное финансирование или помощь. Что от того, что государственный бюджет, допустим, вот все, наши коллеги возмущаются, не будет принят государственный бюджет в этом году. От этого хотя бы одному жителю Украины станет лучше? Не, ну кроме наших коллег, которые спят и видят только досрочные выборы скорее. Понятно, они не будут голосовать, им чем хуже, тем лучше. Ну кстати, действительно, Виктория, вот вы у нас из комитета по экономической политике, правильно? Я не ошибаюсь. А что если, ну не успеют, не договорятся, и под елочку не справятся, заснут под елочкой, не проголосуют? Входим мы в Новый год без бюджета. В версии, там варианты, что продлят себе рабочую неделю, хотя бы еще одну, я в это не верю. Это разъедетесь, вы все, мы все знаем, на заграничный избирательный округ. Дальше что? Страна входит в Новый год без бюджета, и что? Я, вы помните, что мы голосовали там за поднятение минимальных заработных плат, очевидно, что это речень не наберет чинностей, если не будет проголосованный бюджет на 2017 год. Ну это так просто ремарка. Но я думаю, что все же таки бюджет будет проголосованный, питание, какими голосами, якою цяною. Я бы провела бы такой тест, и, например, бы выключила бы тот рядок про 600 миллионов на пожежной машине, и подивилася, чи будет голосовать радикальная партия. Что думаете, что на все интересы пожежных машинах? Я уже отвечал достаточно просто по этой позиции. Радикальная партия будет голосовать за все предприятия, которые поддерживают. Да, в этом же говорили, Виктория, продолжайте, пожалуйста. Особенные предприятия. Вы знаете, поэтому я хочу сказать просто таки маленькие примеры, они показывают, что бюджет может, все цифры могут измениться в четверг. И сейчас у нас есть одна редакция, потом у нас очень много депутатов побежать на бюджетный комитет, потом у нас перенесется голосование в ночь, и в ночи что-то будет происходить, и какие цифры будут меняться. Есть, конечно, цифры, которые на сегодняшний день вызывают определенный подвиг, там, реставрации маринских палацов, которые мы реставруем каждый год, и все никак не доремонтируем, да? Да, ну я умовно так скажу, да? Виділено денег там у нас на космическое агентство и певні інші речи. Давайте, давайте дивитися, що буде змінюватися, і чи потрібно це підтримувати. Що стосується реформи децентралізації, про яку ми згадували. Я хочу депутатів присутніх тут звернути увагу, що, на превеликий жаль, була проведена така норма, як те, що ті проекти, які подаються органами місцевого самоврядування, ви знаєте, да, і нашими об'єднаними територіальними громадами, в конкурсну комісію, яка буде розглядати ці проекти, мають входити обов'язково депутати комітету бюджетного. Я, честно кажучи, дивуюся, а до чого тут бюджетний комітет Верховної Ради до затвердження проектов, власне, органів місцевого самоврядування? Я подала відповідну поправку для того, щоб цих депутатів звідти прибрати. Очевидно, що це не їхня комитет, бо це законодавчий орган. Ви от сліжка в узку історію сейчас уходите. Я прошу просто всіх підтримати цю норму для того, щоб реформа децентралізації була успішною. І коли ми говоримо про децентралізацію, ви знаєте, у нас є певні об'єднані територіальні громади, які пройшли процедуру об'єднання, але не можуть провести вибори, бо ЦВК не дозволяє. І для мене було дуже таким надзвичайним цинізмом останні сесійні тижні, коли за законопроект, який би дозволив провести вибори в об'єднаних територіальних громадах, не проголосували народні депутати. І тому цей приклад говорить про те, що в послідній фракції не проголосували. Дякую, 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 дякую. Дякую, 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 дякую. Так, про суть парламент получил РАНШЕ этот документ, чим і це було зробити новині годі. Можно було спор В очередной раз получим какие-то бюджетные дебаты под ёлку, конечно, нам это не будет нравиться. Кроме всего прочего, если он говорит о мелком и среднем бизнесе, который на самом деле eBay не представляет, то, наверное, нам будет очень важно посмотреть на то, каким образом будут дебаты в парламенте касательно кассовых аппаратов и сведения порядка в этой сфере для того, чтобы все были в равных условиях. Просто интересно, как парламент пройдёт этот тест на самом деле. Ну и там много других, естественно, аспектов, на которых мы обращаем внимание, но прежде всего мы как бы представляем структуру, которая наполняет бюджет, а не получает доступ к тому, к тем средствам, которые там тратятся. Понятно. Спасибо, Анна. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы уже говорили о том, чего от вас ждёт МВФ до конца этого года. Очень многие моменты из меморандума вы уже просрочили, если честно. До Нового года хоть что-то вы успеете сделать. Например, расширить полномочия НАБУ. Очень много об этом говорили. Шума было много, пена поднялась, пена осела и всё. В результате ноль. Борислав, вы можете прокомментировать? Татьяна, вы? Татьяна. Я начну так. Я думаю, что питания НАБУ, прослушки и другие питания, простроченные украинные обязанности перед МВФ, этого пленарного тижня не будут, потому что все полностью занурены в питании бюджета. Мы просрочили також ліквідацию податковой милиции, яку мы там зобовязывалися подать законопроект, здаясь, по меморандуму, десь в жовтні. Мы просрочили в регулювание питания с рынком земли, потому что прийнятий мораторий, это насправдя не есть питание в регулювание. Это просто, ну, знаете, укол знеболювального и отстрочения виконания покарания. И много других вопросов. А что до питания бюджета, хочу сказать так же. Голова нашей фракции, ездячи селами Волиньи, и спілкуюсь с вчителями, привез такую думку, которую поделився зі мною. Вчителька математики каже ему, вы знаете, так хочется мать эту зарплату 5000 гривен. И, с одного боку, хочется пить ей на зустріч. Но, с другого боку, нам звонят меры сел, мест, селищ и говорят, друзья, сделайте что-нибудь, потому что нас просто будет пограбовано. Наши бюджеты будут полностью сруйнованы. Мы не получаем те деньги, которые мы рассчитывали и по которым мы уже сделали проекты. И тут очень сложно нам, знаете, задовольнение всех. 44 миллиарда профицита. 44 миллиарда профицита 2006 года мы получаем бюджеты не получаем. Вы все так переживали за децентрализацию, единственный представитель комитета по местному самоуправлению здесь я. И больше ни один коллега, который все так переживает за децентрализацию, они много говорят, что это прекрасно. Ну, это для нас честь и радость. Еще раз хочу сказать, у нас есть реальная реформа децентрализации, которая произошла в этом году. Плюс 44 миллиарда гривен местные бюджеты уже получили. В следующем году тоже получат. Не надо пугать никого. Ее никто не сворачивает, эту реформу децентрализации. Наоборот. В этом бюджете она полностью... Алексей, это очень хорошо, что вы все... Это очень хорошо, что вы это все подмечаете, кто против чего говорит. А кто-то замечает, как уже весь второй час нашей программы. Я возвращаюсь к теме МВФ, а вы от нее отмахиваете. На самом деле. Только Татьяна признала, что не выполнит Украина до Нового года, до конца, до вашего отпуска. Все что, с чего требует МВФ. Да денег не будет у вас. Вы не боитесь, что у вас вот этот вот люфт временной, у вас, у вас, это не меня будут выносить в случае ухудшения благосостояния жизни и стабильного. Вы все время об этом забываете. Это у вас. А не боитесь ли вы, дорогие народные депутаты, не боится ли наше правительство, что времени-то совсем мало осталось? Вы меряете начало политического сезона. Какой датой, мне интересно? Датой вашего возвращения из отпуска или все-таки 20 января, когда в Белом доме власть поменяется? Никто об этом не думает. Ну скажите, если можете, Андрей. С чем он поменяется, новый президент там будет? Не поверите. 20 января откроется новая эра, которая очень коротко можно сформулировать следующим образом. По большому счету, что произошло вчера. Вчера будущий президент Соединенных Штатов Америки сказал шикарную фразу, которая полностью выполняет все его предвыборные обязательства. «Buy Americans and hire Americans». То есть покупай американское и нанимай американцев. Это та прагматичная политика, которая должна, по-моему, быть присуща украинцам. Это то, на самом деле, от чего от 19, от 20, точнее, января пойдет новая эра мирового устройства. Если кто этого не понимает, и никакие Евросоюзы, никакие другие документы, которые мы наподписывали и, возможно, подпишем в будущем, не имеют будет никакого отношения. Еще раз говорю, мир изменился. То, что произошло сейчас в Америке, избрание президента Трампа, и, по большому счету, с моей точки зрения, стало даже неожиданным для него самого, избрание президента Трампа – это новые устои мирового порядка. И вот к этому мы должны быть готовы. К этому мы должны, соответственно, в том числе и свой бюджет подготовить, и, самое главное, свое общество и своих людей. Хорошего, хорошего, секундочку, хорошего, покупать украинское, не думать украинское. Вот, мне интересно здесь сейчас ваше мнение, как и с кем-то по внешней политике. И уявить такую дискуссию в Европейском Союзе неможливо, потому что там депутаты занимаются среднестроковым бюджетным планом, когда они назначают витрати и надходление через три года, а впливать на бюджет наступного года они могут на 3-5%. Вот я бы рекомендовал прихильникам евроинтеграции начать именно с того, чтобы запровадить с наступного года планирование через три года, и обмежать возможность политических маніпуляций, чтобы на наступный год на 3-5% впливать. Но что до этого года, что очень важно, что очень важно, вы говорите, как делить очень маленький бюджетный пирог. Мне кажется, что больше важно, как сделать так, чтобы этот бюджетный пирог был больше. Только шляхом увеличения отходов можно сделать так, чтобы деньги выстанят всем, и пенсионерам, и втилям. Вы не говорите про целые галузи нашей экономики, которые в тени, и каким образом сделать так, чтобы деньги из этих тениных галузей начали поступать в бюджет. Один маленький пример. Я нещодавно узнайомился с статистикой, что до такого интересного рынка, как рынок лотарей. Напевно, вы пометили, как сейчас на каждом куроте открываются разные лотовы в мережи и так далее и тому подобное. 5-7 лет назад такого не было. Но 5 лет назад, на входе от этого рынка, было 300, 350, 400 миллионов гривен в год. Цего года знаете сколько? 23. 23, потому что все в тени. Потому что все в тени. Причем, как сказал депутат от Блоку Юлия Тимошенко, пані Кужель, это все контролируется депутатами от правоводных фракций и этим финансируются бюджеты правоводных фракций. Так, может, вы все-таки навете порядок, чтобы эти гроши снова ушли в бюджет и тогда будет меньше дискуссий, как их тратить? Я должен ответить, насколько я понимаю. Я с вами полностью погоджуюсь, потому что гральний бизнес в Украине процвитает. И до речи, в 2005 году, до принятия закону, помните, когда Тимошенко заборонила гральний бизнес, было в Киеве 700, я отношусь сегодня до всего, было 700 закладов, где был гральний бизнес. Сегодня в Киеве 1700. То есть это сегодня перейшло в криминальную структуру, это крышется правоохранной системой, и это приносит только радость для этих людей. На сегодняшний день мы, депутаты, и Верховная Рада Украины, в том числе и я, мы подали законопроект про легалізацию. То есть выведение этого грального бизнеса в окремую категорию, для того, чтобы действительно мы вывели его за межи мест, мы провели все законы для того, чтобы эти деньги попадали в бюджет. Плюс до этого, есть легалізация Бурштана, есть легалізация других наших корисных компаний, которые сегодня работают на тиновый рынок. Я вважаю на сегодняшний день, что этим шляхом и эти гроши передбачены в бюджете на сегодняшний рік. Поэтому, послушайте, они стоят в окремой строчке, и там есть на сегодняшний день эта строчка. Борислав, почему вы не голосуем за законопроекты? Не, послушайте, что дружище, Андрей, я постараюсь... Складывается впечатление, что разные проекты законопроекта вчитают у нас разные представители франции. Андрей, вы автор, все автор законопроекта, мы не можем проголосовать. Мы знаем про это, но вопрос в иншем. Я хочу просто наголосить раз и не завжди. Борислав, скажите, а почему коалиция, которая может сейчас успешно голосовать, все-таки не голосует за эти важные законопроекты? Возможно, Народный фронт не хочет с вами голосовать совместно за эти законопроекты? Я вважаю, сегодня мы вернемся до головы Верховной Ради Песлана Поробья, потому что он постоянно обещает поставить эти законопроекты в приоритет. Но, на сегодняшний день, их нет, вообще даже порядка дня. Вот это для меня просто... Да, Борислав обещал вам слово, затем Николай Скорьих затяну. Незаконный оборот игорных заведений в городе Киеве составляет чуть более 400 миллионов гривен в месяц. За год это порядка 5 миллиардов гривен. Даже если мы говорим о 20% НДС, то мы понимаем, где можно взять один ярд. А суммы гораздо больше. Теперь вы считаете всю Украину. Так вот, к чему я говорю? Почему не этот закон не войдет в следующую неделю в сессионный зал? Почему он не входит целый год? Я тоже отделяюсь одним из авторов такого закона. Потому что это выгодно, чтобы это оставалось в тени. Так же, как выгодно Бурштин, так же, как выгодно другие отрасли, которые, я согласен, находятся в тени. До тех пор, пока крышевание внутри депутатского корпуса будет бизнесом, до тех пор у нас бюджет будет наполняться еле-еле. А нам необходимо действительно его наполнять. Так вот, для этого нужно сделать всего несколько вещей. Внести эти законы, наконец, в сессионный зал для голосования. Этого не делается на протяжении двух лет. Для этого нужно нарушить эту монополию. И для этого эти деньги необходимо пустить на социальные программы. Вот тогда за этот бюджет будет голосовать массово в зал. Николай Скорец. Я думаю, что ключевое слово для подведения итогов этого сезона и начала следующего является прагматизм. Я согласен с Андреем. То, что парламентские выборы, досрочные парламентские выборы не случились в Украине в этом году, это исключительно позиция пока действующей администрации Соединенных Штатов Америки, которая четко сказала, что до 8 ноября никаких выборов. То, что все условия для проведения этих выборов, это нижайший уровень доверия к правовладным фракциям, это абсолютное обнищание населения, это абсолютная неспособность парламента работать. Все эти факторы, они на сегодняшний день есть. Я уверен, что если мы прагматично действительно начнем относиться к собственному государству, к собственному народу и к власти, то единственный выход из создавшейся ситуации, это проведение досрочных парламентских выборов, потому что вся дискуссия... И в парламенте, и во всех студиях, ток-шоу, оно лишний раз демонстрирует, что действующая власть полностью себя дискредитировала. Единственный нормальный выход из этой ситуации, это только проведение досрочных выборов. Тарас, мы обратили внимание, что в ходе сегодняшней дискуссии, даже по обсуждению бюджета, мы говорили о том больше, как поделить то, что есть, но очень редко звучали мысли и размышления о том, что нужно сделать и как научиться зарабатывать больше, как раскачать экономику. Нет, является ли это показателем вообще отношения украинского политика к развитию украинской экономики? Ну, сейчас, как раз таки, это главный диалог, главный фронт, взагалі, дискуссии и политично-экономично в Украине, оскільки в нас мы потихоньку показали певну таку шпарину для новой экономики, да, каким-то там децентрализацию, можливо, дерегуляцию, створили надею для нового бизнеса. Мы на этом неделе общались, была конференция, и глава Райфайзенбанна Каваль говорит про то, что как раз таки, он ждет, что по тих грошей, по ту ликвидность, которая есть по кредиту, прийде новый бизнес, новый маленький средний бизнес. Но этому бизнесу нужно еще раз, полтора, два, чтобы поверить в то, что новая экономика существует. И тут главная проблема поляга в том, что для того, чтобы просуваться дальше, и для того, чтобы співпрацювать с МВФ, нужно, главное не то, что мы должны хвалить в грудь, а главное, чтобы понять, что мы должны сделать. Это земельная реформа, до которой мы еще не готовы до дискуссии в парламенте, это очевидно. Это пенсионная реформа, до которой мы еще больше не готовы до дискуссии в парламенте. Это медичная реформа, где есть хотя бы определенное понимание, но, снова таки, парламент там очень щепетильно до этого ставится. Зрештою, мы видим, как сложно идут изменения в податковой сфере, где мы каждую позитивную измену отвоевываем, каждый год по полмиллиметра отвоевываем, хотя нам нужно, принаймні, по кроку сделать. И вот это говорит о том, что нам нужно эти вещи ретельнее проговорить и строить консенсус. Сейчас, через месяц, через два. Пока мы здесь с вами ссорились и спорили, наши зрители имели возможность на сайте подробностей.юэ ответить на вопрос, который мы им задали. Звучал он следующим образом. Что важно для каждого из наших телезрителей? И как этот бюджет отразится на его жизни? Ждете ли вы роста своего благосостояния в 2017 году? Да, вот с таким оптимизмом смотрят в будущий год только 15 наших зрителей, которые приняли участие в этом опросе. Тарас, прокомментируй, пожалуйста, и это будет последнее выступление на сегодня. Ну, я, по-перше, хотел бы сказать, что мы завжди, и граждане, повинны ставиться до бюджета ни до какой-то абстрактной речи. А знаете, как говорила Маргария Терчин, немае державных грошей, а есть гроши платников податков. И когда наши, шановные депутаты, начинают говорить, что давайте мы больше грошей до бюджета, люди должны понимать, что они из их кишени будут это забирать. И поэтому мы должны ответить, а как вы их будете витрачать. Поэтому главное вопрос будет, сколько грошей будет до бюджета, потому что это мобилизационная экономика. В Радянском Союзе так было, что у нас будет до бюджета. А какой уровень зарплаты, какая у нас будет у нас срастение экономики, как будет сбалансироваться бюджет. У нас и так перерозподел через бюджет порядки, где 40% от ВВП. А с следующего года будет еще больше, потому что увеличили минимальные зарплаты, фактически увеличили податки на людей. Поэтому в данном случае люди всегда должны запитать, подивиться в холодильник и понимать, что вопрос, чем больше государство у них забирает, тем меньше у них остается. И все же таки требовать от своих народных граждан, чтобы у них больше осталось, и требовать реальный уровень зарплат и, в первую очередь, занятости, про что никто не говорит. Мне здесь добавить нечего, хочу только поставить точку в сегодняшнем выпуске. Это было политическое ток-шоу «Черное зеркало». Следующая неделя будет очень интересна, вы это понимаете. С удовольствием все это обсудим в этой студии ровно через неделю, в пятницу в 21.00. Буду ждать. Спасибо. 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 Спасибо.